Здравствуйте! Это проект 10 песен атомных городов послесловия. И сегодня мы пообщаемся с очаровательными участницами нашего проекта. Это Александра Конакова, город Заречный, Свердловская область, и Мария Щедринова, зато Железногорск-Красноярский край. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите немного о себе. Ну, короткая информация. Где учились, чем занимаетесь, какие творческие достижения? Маша, зачем? Ну да, я начну, пожалуй. С самого детства я поняла, что музыка это мое. И где-то, когда мне было 8 лет, бабушка отправила меня в студию «Берег детства», как раз-таки она в Железногорске. Вот. И с этой студии и начался мой творческий путь. Вот. Все основы, азы вокала заложились у меня там. И впоследствии я решила, что нужно идти дальше по этой стезе. И поступила в Москву, в ГИТИС. И сейчас изучаю эстрадное искусство. То есть это совмещение музыкальное, музыкальное искусство и драматическое. Вот. У каких мастеров учишься? Поступила я сначала к мастеру Владимиру Васильевичу Назарову. Но так получилось, что ему пришлось нас покинуть. И впоследствии к нам пришел другой мастер, Алексей Витальевич Курганов. Это совершенно два абсолютно противоположных человека. И как люди, они абсолютно разные. И профессиональный подход у них, подход к профессии абсолютно разные. Поэтому мне, можно сказать, повезло. Какой курс? Сейчас пятый курс. Я заканчиваю вот в этом году. Вот. И сейчас начинаю заниматься именно своим проектом музыкальным. Вот. Авторская музыка. О, ты сама пишешь песни? Да. Отлично. И группа? Нет, группы нет. Сама. Сама? Да. Здорово. Уже какой-то есть материал? Есть материал. Где-то даже можно будет найти его? Да, есть материал. Уже скоро, вот, я думаю, осенью он появится в сети. В сети. Да. Все, хорошо. Будем ждать с нетерпением. Саша, расскажи про себя. Я из атомного города Заречный, который находится в части из Дет Екатеринбурга. И с самого детства я также занимаюсь музыкой. Я с детства пою в академическом хоре. Потом я занималась в акапельном ансамбле. Мы даже ездили в Швецию, представляли Россию, Крилл Групп и Райотон. Дальше я начала заниматься эстрадным вокалом. Но это все у тебя в рамках музыкальной школы? Нет, я не ходила в музыкальную школу. А, не ходила в музыкальную школу. Да. В доме Дэнс. И сейчас я учусь в городе Екатеринбурге в институте музыкальном. И вот. И развиваюсь. На первом курсе. Каким видите свое будущее? Каких высот хотите достичь? Ну, наверное, раньше, может быть, года два назад, мне хотелось именно каких-то собирать стадионы, что-то такое. Вот. Или там, что моя музыка, она изменит мир. Вот. Сейчас я понимаю, что... Что такого случилось в твоей судьбе, что ты передумала собирать стадионы? Нет. Если я когда-нибудь буду собирать стадионы, это будет прекрасно. Но если это будет как побочный эффект от того, что моя музыка действительно кому-то нужна и она ценна. Вот. И сейчас для меня самое главное делать свое дело в музыкальной среде, драматической, и понимать, что это действительно искусство. Это не искусство, которое поставлено на поток, то есть какой-то определенный формат и просто... То есть у тебя важнее просто стало именно твоё творчество, нежели слава, скажем так. Да. Чтобы это была не коммерция, а именно искусство. Конечно, придётся это как-то совмещать, балансировать. Но вот цели пока такие ставлю. Держать баланс. Угу. Отлично. Саша, а какие у тебя планы, мысли? Ну, из-за того, что я ещё учусь на первом курсе, рано что-то говорить. Но в первую очередь я хочу, конечно, развить свои какие-то данные музыкальные, но также я хочу иметь не одно музыкальное образование, а несколько. То есть у меня, конечно, мечта есть, это поступить в аспирантуру потом и уже преподавать таким же студентам, как я, потому что, мне кажется, это очень интересно. И в Екатеринбурге очень... Ну, немного специалистов, которые бы могли помочь начинающим музыкантам. То есть ты имеешь в виду несколько музыкальных образований не в смысле разносторонних образований, а в смысле разных ступеней. Да, разных ступеней. То есть ты хочешь пройти все ступени, получить даже научные там степени, заниматься наукой в музыкальном искусстве, да, соответственно, и давать возможность молодым. Здорово, отличная мысль. Девчонки, вы из таких городов, которые называются Атомграды. Как бы вы описали свою жизнь в ваших городах? Какие там люди, какая атмосфера? Вообще, я бы сказала, что люди кардинально отличаются, опять же, вот от людей в Москве, в Санкт-Петербурге, потому что это другая жизнь. Вот я скоро еду как раз-таки в Железногорск домой, и каждый раз, когда я туда приезжаю, это некая перезагрузка. Ты действительно чувствуешь, что город закрытый, ты действительно чувствуешь, что абсолютно другая атмосфера. Люди никуда не торопятся, все живут размеренной жизнью своей. Рано или поздно это надоедает, особенно если ты человек творческий, человек искусства, это может надоесть. Туда можно приезжать, перезагружаться, я не знаю, писать какой-то философский труд, художественный труд, вот, заниматься именно, погружаться в творчество и уезжать оттуда. Тут, наверное, даже история не столько про закрытый город, сколько, в принципе, про город маленький, небольшой, в отличие от мегаполиса. Да, именно это и сказывается на том, что он кажется таким закрытым, потому что он еще и очень маленький, да, и там все друг друга знают. Что в твоем городе самое любимое? Какие самые любимые места? Самое любимое это лес, потому что здесь, откровенно скажу, мне его не хватает, вот, в лесу ты ощущаешь себя совершенно другим человеком, ты не человек, а ты просто часть природы. Этого не хватает в мегаполисах. Саша, а у тебя с твоим городом какие ассоциации? Ну, мне кажется, что население Заречного это огромная семья, потому что люди, ну, во-первых, они знают друг друга, а во-вторых, все всегда заботятся о друг друге. Всем людям не все равно друг на друга, и когда я приезжаю обратно к семье, я чувствую это, я чувствую, как я иду по городу, у нас еще оранжевые фонари, у нас город оранжевых фонарей, и я иду по городу, вижу знакомые лица, свою школу, оранжевые фонари, впереди атомная станция, и все так прекрасно, город просто мой дом. В общем, Железногорск это у нас Сибирь, Заречный это у нас Урал, тогда прям такой легкий тест, два-три слова о своем любимом городе. Заречный это? Заречный это искусство. Отлично. Хорошо, для меня Железногорск это гнездо. Я даже помню, что один раз Владимир Васильевич, наш как раз-таки бывший мастер нашего курса, сказал, что у вас там гнездо, потому что очень много он повидал талантливых людей именно из нашего города. Вот, поэтому гнездо. Супер. Полностью поддерживаю, даже понимаю и чувствую, про что ты имеешь в виду. Какие песни из проекта «Десять песен атомных городов» вам больше всего полюбились? Мне полюбилось «Замыкая круг». Потому что, несмотря на то, что песня довольно-таки уже избитая, ее кто только не пел, этот мотив уже все знают, и когда, ну, очень много разных вариаций представлены песни, она теряется. И вот именно на этом проекте, мне кажется, она обрела какую-то новую жизнь, она зазвучала для меня по-новому. Камни пройденных дорог, сумел пробить росток. Вообще, мне нравятся все песни, так как каждая, ну, она особенная, то есть аранжировка сделана совсем по-новому. И эти все песни, они разнохарактерные. Но так как я участвовала в двух песнях, понятно, что мы работали. А каких тут участвовала? Я участвовала в «Казаках» и «Куда уходит детство». Но мне очень нравится еще «Аллилуйя», потому что «Аллилуйя» — это гимн любви, и я обожаю эту песню. Ее расклад, ее гармония, ее фактура — это просто божественная песня. Аллилуйя, 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 аллилуйя! Маша, ты в каких участвовала в песнях? Вот как раз-таки «Замыкая круг» и «В горнице». И «В горнице». А если бы у вас была возможность поучаствовать в выборе песен, какие бы вы песни на ваш вкус включили бы в этот проект? Сейчас я подумаю. Но вы организаторы, вы главные. Вы теперь так раз и можете решить, какая песня будет в этом проекте. А что из современного у нас? Вот как раз. А что у вас? Хорошо, тогда зайдем так. А что в ваших плеерах сегодня звучит? В плеерах? Ну, я думаю, что это каждому знакома эта история, что сначала у тебя там Соната Битковина, потом у тебя идет какой-нибудь Альянс на Заре, а потом Бруно Марс, потом, не знаю, Ники Минаш и так далее. А дальше там, я не знаю, Слепкнот. И вот такая сборная Солянка у меня там. Не для тебя журчат ручьи. Не спрячешься, не скроешься, любовь к тебе растит. After everything I've lost on you, is a loss on you. I've lost on you. I've lost on you. I've lost on you. Я бы даже сказала, что у меня, в принципе, это все любимое. В определенный момент жизни нужна именно такая музыка. Когда-то Битковин, когда-то Слепкнот. Понятно. Саша, ты что скажешь на этот счет? Ну, да, я согласна, что в определенный момент жизни человек слушает определенную музыку. Но из-за того, что мы занимаемся творческой деятельностью и учимся в музыкальных вузах, то, конечно, например, утром я слушаю классическую элитарную музыку, а вечером я слушаю джаз не классической формы или хип-хоп 90-х или что-то типа такого. Потому что каждому человеку слушать только элитарное искусство – это очень тяжело все равно. Потому что любой музыкант, когда он слушает элитарную музыку, он ее анализирует. То есть это не просто он слушает и наслаждается, а он слушает каждые ходы, именно технику вот эту музыкальную. И это достаточно тяжело. Поэтому нужно перезагружаться. Вы участница, получается, второй сезон, да? Да. Во втором. А про первый что-нибудь слышали, когда это все начиналось? Про первый сезон я услышала случайно от своих родителей, потому что у меня сестра младшая, она тоже занимается в студии «В береге детства», в которой тоже вся принимала участие там. Поначалу я не очень как-то обратила внимание, а потом в ютубе наткнулась на видео, посмотрела. Я не помню, что это была за песня, но я помню, что на меня произвело это впечатление очень большое, потому что я увидела столько потрясающих музыкантов, талантов и людей, которые действительно занимаются этим, потому что это их страсть, это их дело, и они этому отдаются. И я поняла, что мне бы очень хотелось принять участие в этом, стать хотя бы какой-то маленькой частью этого проекта. И как это случилось? Это случилось опять-таки случайно. Прошлым летом, да, приехала в Железногорск в семье после учебы, работы, и так получилось, что это совпало со съемками. И как раз-таки я участвовала в проекте от своей студии, в которой я когда-то занималась в детстве. То есть это такой у меня был прыжок в прошлое. Здорово. Саша, расскажи свою историю попадания в проект. Ну, это было достаточно странно. Все мои мысли были заняты ЕГЭ, так как я была в 11 классе. И тут мне звонит мой педагог по вокалу и говорит, Саша, там будут съемки. Ты там за несколько дней должна выучить определенное количество песен и спеть. Я не поняла, какие съемки, не поняла, что это вообще такое. Пришла. Только потом поняла, что это за съемки, что это проект Росатома, что оказывается, там был конкурс по видео. Я вообще ничего не знала. И на самом деле, мне кажется, что когда я и не знала про это, это, наоборот, стало еще интересней. Потому что я не знала, чего вообще ожидать. И как раз это был какой-то такой большой сюрприз. И весь день мы ездили, снимались. Это было очень классно. Раскрывает верховой, Эх, ребята, не впервой Нам поить коней казачьих из чужой реки Мне кажется, это как раз про ту самую перезагрузку, как ты говорила о музыке. Да. То есть ты была вся в ЕГЭ, в знаниях. И тут раз, и тебя в творчество перезагрузили. Как ЕГЭ, кстати? Хорошо. Ну вот, это музыка. Это все музыка. Скажите, а когда вы видели клипы, вы видели много исполнителей из других городов, видели, наверное, кого-то из своих городов, может быть, из своих знакомых, а может быть, и из знакомых, может быть, для себя кого-то открыли. Кого-то запомнили из исполнителей клипов? Ну, я да, потому что вообще я ездила в детстве в Десногорск на конкурс. Это первый атомный город, в котором я была, и единственный. И там был батюшка, он был в жюри. Я смотрю клипы, и я думаю, лицо знакомое, вижу Десногорск. И у меня такая ностальгия была, потому что этот человек оценивал меня, его мнение было важно для меня в тот период. И это так интересно, как возвращение в прошлое. А также там была моя одногруппница из Новоуральска, я тоже ее узнала. То есть мы еще тогда даже не общались, и я думала, вот как мир тесен. То есть она со мной будет учиться, и она здесь, со мной в проекте. Маш, а про твои впечатления, предпочтения? Я не могу выделить кого-то одного, кто мне запомнился, но я могу сказать точно, что меня очень впечатлили и поразили именно исполнители-инструменталисты. Когда я смотрела эти видео, когда я смотрела на то, как они работают, я поняла большую разницу между исполнителем-вокалистом и инструменталистом. Вокалистом в любом случае транслирует всегда себя, свою личность. А музыкант, он свою личность просто растворяет в этом, он становится безликим, и через это получается искусство. Не знаю, можете сейчас просто философствую, как-то странно. Нет, это очень какая-то тонкая, правда, интересная мысль. И вот именно это меня поразило. Я не могу выделить кого-то одного. Они все как-то именно протранслировали вот это, что они растворились в музыке. Я не запомнила их личности, но я запомнила то, что они создали. Вот. Я думаю, это самое главное в искусстве. А из знакомых встречала в клипах кого-то? Своих знакомых из своего города? Да, встречала. Илья, вот у нас есть прекрасный певец. А, Илья Нопрёв. Да, Нопрёв, отличный вокалист. Вот, я слежу за ним в Инстаграме везде, и он меня всегда радует. Вот, поэтому было приятно его там увидеть. И, кстати, по-моему, из Железногорска тоже и трио инструментальное было, да? Из музыкальной школы, как раз про то, как раз то, что ты говорила. Итак, тогда продолжим, вот сделаем такой эксперимент. Продолжите фразу. «Десять песен атомных городов для меня — это...» Ну, «Десять песен атомных городов» для меня — это возможность настоящим музыкантам, артистам заявить о себе. То есть, опять же, повторюсь, мы живем в мире, когда искусство поставлено на поток. Ты должен быть в формате, в каком-то определенном. А именно проект дает возможность неформатным абсолютным музыкантам заявить мир о себе. Вот я такой, вот я делаю именно это. Можете на меня смотреть. Вот. Саш? Для меня это, во-первых, сгружение людей. Потому что мы живем в своих атомных городах, и мы не видим другие города, мы не знаем других людей. И когда я смотрела клипы, я думала, вот, они же живут точно, как мы. У них такие же заботы, у них такие же цели. Все практически то же самое. И второе, это на самом деле огромная поддержка и помощь людей, которые живут в маленьких городах. Потому что люди, которые живут в маленьких городах, им достаточно сложнее реализоваться, так как маленький город — это другой менталитет. Это, то есть, даже вот в Москве тяжело очень людям, которые из маленьких городов, реализоваться. А здесь это помощь нам, во-первых, показать себя, показать свой город и объединиться, стать единым целым. А был когда-то в вашей жизни опыт сниматься в клипе? Я вот не припомню, чтобы у меня был какой-то такой опыт. Разве что это было очень давно, и это было вот так, фрагментально. Мы со школы ездили в Орленок, в лагерь. И там мы ездили именно в видеостудии. Я раньше ходила заниматься в видеостудии, когда была маленькая. И мы снимали там клип на песню об Орленке. Но это было... Мое участие там было такое. Такой школьный эксперимент. Да, был эксперимент. А вот именно настоящие съемки для меня... Ну, первыми съемками настоящими для меня как раз-таки стало вот участие в проекте. Из-за того, что я пела в ансамбле в акапельном, мы снимали клипы. Конечно, эти клипы были на таком уровне непрофессионально. Тоже сами снимали, да? Да. Но один клип мы делали кавер на Pentatonix. И нам снимал клип мужчина как раз из-за границы. И это был достаточно хороший клип. То есть у меня был опыт. И еще был опыт не то чтобы клипа, а просто съемки. Я ездила в этом году на студенческую весну. И нас тоже снимали, как проходили наши дни, как студенты тоже собирались вместе. Тоже с разных городов. Также из атомных станций приезжали ребята. И вот. Вот такой опыт был. А раз у вас такой какой-то есть, уже достаточно богатый опыт съемок в клипах. Тогда вам вопрос вот какой. Чем отличались вот ваши те самые школьные или не школьные опыты от работы с профессионалами, такими как Тимур и его команда? Ну на самом деле для меня всегда большое удовольствие работать с профессионалом. Потому что профессионал это тот, кто всегда знает, что должно получиться и что для этого делать. И поэтому... И как ты встала перед камерой? Взяла наушники и Тимур тебе говорит, что? Я не помню, что конкретно мне говорил, но я помню, что было поначалу ощущение какой-то скованности. Несмотря на то, что я учусь в актерском вузе, по идее его не должно быть, но на самом деле у всех актеров это есть. Есть какие-то определенные зажимы, с ними нужно бороться. И, конечно же, перед камерой этот зажим дает о себе знать. И как раз-таки команда была настолько профессиональной, что они работали слаженно, как один механизм. И ты понимаешь, что ты становишься частью этого механизма, зажим уходит, ты прекрасно понимаешь задачу, которую тебе ставят, потому что очень грамотно ставят задачу. И ты просто делаешь то, что нужно. И лишних мыслей о том, как я выгляжу, что я делаю, у тебя нет. Просто выполняешь поставленную задачу. Главная была борьба с зажимом. Саша, ты согласна? Да, согласна полностью. Ну, самое главное, мне кажется, в съемках это доверие. То есть определенная дружеская атмосфера. Я не знала никого из съемочной группы, я не знала Тимура, но вот это вот отношение хорошее, такое дружеское, оно очень сильно помогло. С поддержкой. Да, то есть без какого-либо стеснения. А давай так попробуем, не стесняйся, а давай так попробуем. А давай вот это. Прямо знаю Тимура, да? Вот, да. А я... На самом деле мы вот записывались, так и было. И это было очень классно, все это было целенаправленно, все это было как надо. А вот когда съемки сами были, мы ездили по городу, мы смотрели места, мы приехали на гору, на нашу. Нет, это место не подходит. Приехали туда, сюда. То есть, а вот здесь, а вот так. Мы снимали целый день, несколько часов, очень много часов. И это было настолько классно. То есть не просто, ну вот снимем и все. А нет, мы снимем хорошо, чтобы были хорошие кадры, чтобы потом это получилось просто супер, круто. Так и получилось. Круто. Когда вышли клипы, когда вы увидели свои клипы, где вы участвовали, как оценили сами себя, как оценили вас ваши близкие друзья? Я поставила себе внутреннюю оценку. Вот, я не буду ее никому говорить. Вот. И на самом деле это было достаточно интересно увидеть себя со стороны в таком ключе, увидеть себя среди всех, кто там участвовал. И несмотря на то, что мы все такие разные, все очень по-разному подошли к песне, получилось такое однородное полотно, очень красивое. И появилось такое ощущение, очень приятное. Я не знаю, как оно называется, но это ощущение, когда ты очень рад, что ты в этом поучаствовал, ты стал частью этого. Вот. Вот я что-то такое ощущаю. Близкие твои что сказали? Или друзья? Друзья у меня как-то... В ГИТИСе рассылала клип? В ГИТИСе, кстати, я не рассылала, вот друзья из... Постеснялась все-таки, да? Да, пока что. Друзья из города, близкие, ну, им, естественно, зашло, как говорится. Вот. Они оценки никакие мне не ставили, вот. И они просто остались в очень приятном впечатлении. Здорово. Саша, расскажи свои впечатления. Ну, первое впечатление, конечно, это была радость того, что я причастна к этому всему. То есть люди, люди, люди. Я люди, люди, люди. И второе, это то, что когда я снималась, это же было совсем по-другому. А тут я увидела так, как должно было быть, как и задумывалось это все. И здесь я даже не оценивала себя, а как я вхожу, то есть в эту цепочку. И вот это было классно, что нас так много, мы все такие разные, но в то же время мы целостные. Это было классно. Но еще у нас в Заречном висит большой экран, и там крутят вот нас. И это так, как будто мы звезды какие-то. Слава! Это приятно. Проверим, насколько вы хорошо знаете проект «Десять песен от умных городов». Сейчас у нас будет с вами игра. Я задам вам три вопроса и постарайтесь дать верный ответ. Кто быстрее даст, тот, собственно, и победил. Итак, вопрос первый. Какая песня, вошедшая в проект, впервые прозвучала в советском фильме почти с столетней давности? Можно подумать. Пять, четыре, три, два, один. Подсказываю. Марш веселых ребят. Из кинофильма «Веселые ребята». Ну хорошо, вы сейчас студентки. Конечно, очевидно. Студентки, как раз, да, будете знать. Вот, отлично. Так, в названии какой из песен проекта упоминается простая геометрическая фигура? «Замыкая круг». Есть. Один-ноль, Маша. В какой песне речь идет о том, что чаще всего произносит ребенок, когда учится говорить? «Мама, да». Есть. Ну, отлично, победила дружба. Один-ноль, классно. Похлопаем сами себе. Свои видеоотзывы о проекте нам присылают еще некоторые участники. Альбина Кирсанова, зато Озерск, Челябинская область. Дарья Пасынкова и Вероника Милкович, участницы детского хора Глазовчанка, город Глазов, Республика Удмуртия, Евгений Кочергин, Ковров, Владимирская область. Давайте посмотрим. Привет, Москва. Привет всем участникам проекта «10 песен на атомных городов». Меня зовут Кирсанова Альбина. Я приняла участие в съемках второго сезона этого крутого проекта. Представляла город Озерск, Челябинской области. Сейчас передаю вам привет солнечного Санкт-Петербурга, в который меня привела моя любовь. Как оказалось, проект объединяет не только людей, которые обожают музыку, занимаются ей, но еще и соединяет сердца. И буквально неделю назад я переехала в этот город для того, чтобы жить и заниматься творчеством. Хочу сказать слова благодарности Тимуру Ведерникову за то, что мне была предоставлена такая возможность. Я смогла участвовать в этом замечательном проекте. Передаю привет всей съемочной группе. Ребята, вы супер, вы настоящие профессионалы. Ну и, конечно, Лерочка Оленик. Ей отдельно привет. Лера, привет. Смотрите проект «10 песен атомных городов» и принимайте в нем участие. Огромное спасибо всем организаторам этого проекта за то, что дали возможность нашему хору поучаствовать в нем. Мы получили большой опыт на протяжении всей съемки. За это вам большое спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Кочергин. Я из города Ковров. Я принимал участие во втором сезоне «10 песен атомных городов», которые называются «Еще 10 песен атомных городов». Вместе со мной принимали участие Марина Липовцева, Ирина Забродина, Галина Соколова и несколько инструменталистов. Андрей Плаченов, на минуточку. Вадим Петров. Всех я не вспомню. В общем, много было народу. Случайно мы попали в ваш проект. Случайно, но было продуктивно. Плюс и проект. Во-первых, все быстро делается очень. Профессионально. Команда отличная у Тимура. Тимур и его команда. Дима, Женя, Леонид. Кого-то с попомню сейчас. Наверное, были еще другие. И у них даже гастрольная группа своя была, с которой нам удалось попеть в городе Коврове. Что тоже было довольно интересно перед таким большим количеством людей. Там несколько тысяч человек было на стадионе. В общем, я хочу выразить вам благодарность, ребята. Давайте сделаем еще и третий сезон. Это будет, наверное, интересно всем. В адрес проекта приходит много интересных отзывов и комментариев. Давайте с вами буквально несколько из них прочтем. Давайте. Да. Так, вот что-то тут у нас. Совершенно изумительный проект. Наткнулась случайно на Ютубе и теперь не могу перестать слушать. Смотрю и слушаю везде и всегда. Песни все родные и знакомые. Их современная интерпретация заставляет мурашки бежать по всему телу. Даже не могу представить, насколько это большой и трудоемкий процесс создания песни. Насколько это сложно смонтировать сочетание музыкальных инструментов и многоголосия, чтобы в итоге получить шедевр. Аплодирую стоя организаторам и всем, кто работает над проектом. Профессионал своего дела. Это видно невооруженным глазом. Процветания вам и дальнейших успехов. Мечтаю услышать в проекте песню «Льется музыка». Надеюсь, когда-нибудь моя мечта исполнится. Кто написал? Это написала Лиза Храменко из Санкт-Петербурга. А у меня написала Ольга Миронова, мама участницы проекта Марии Мироновой Заречной Свердловской области. Я как раз ее знаю. Это мама девочки, с которой я пою в одной студии. Проект просто супер. Участвовала дочурка. Я находилась рядом и наблюдала за всеми процессами записи голоса и съемок. Тимур и его команда — суперпозитивные люди, которые просто ворвались в наш небольшой тихий городок и зарядили артистов, участвующих в проекте, своей энергетикой, покорили чувством юмора и профессионализмом. Здорово, что в нашей стране существуют такие проекты, в которые каждый творческий человек может раскрыться и показать свое мастерство. Отлично. Ну что, на память споем немножко из самых своих любимых песен? Так, что споем? Можем вместе, можем по отдельности, каждый может быть свою. А может тогда по отдельности? Ну давай по отдельности. Давайте по отдельности, давайте, да. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, Там увидишь в окнах свет, сияющий нам след. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди. Дом не противных дорог, сумел пробить росток. По Берлинской мостовой кони шли на водопой, Шли потряхивая гривой кони-донщики. Распевает верховой, эх, ребята, не впервой, Нам поить коней казачьих из чужой реки. Казаки, казаки, едут-едут повели у наших казаки. Этот мир придуман не нами, Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, Этот мир придуман не мной. Здорово, отлично. Спасибо, спасибо, девчонки. Вам творческих успехов. Редактор субтитров А.Семкин